Добрый вечер. В эфире Вести Карачаева Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел оперативное совещание с членами оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям и по вопросу ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в ряде населенных пунктов республики. Накануне вечером сразу в нескольких муниципальных образованиях Карачаевой Черкесии в результате ливневого дождя с градом и сильного ветра пострадала кровля в ряде образовательных учреждений и частных домов, повалены деревья, а также повреждены линии электропередач. Для уточнения обстановки незамедлительно выехали оперативные группы местных администраций и пожарно-спасательных гарнизонов. Работы по восстановлению повреждений, расчистке дорог и ремонту линии электропередач начались незамедлительно. В Ногайском и Адыгихабрском районах продолжаются работы по восстановлению нарушенного электроснабжения. Кроме того, на местах работают комиссии органов местного самоуправления по оценке нанесенного стихии ущерба. Сегодня более внимательно посмотрим крупные повреждения социальных объектов на восстановление которых необходимы средства и время, сказал глава. Также поручил членам оперативного штаба ПЧС совместно с главами местных администраций разработать план восстановительных работ по каждому объекту лично контролировать работы. Аул пострадал. Пострадал наш центральный клуб. Крыши нету, крыша упала. Детский сад, школа. Пострадали жилые дома людей. Там крыши нету. Около 25 домов крыши нету. Разрушение серьезное. Крыша практически полностью сорвана. Это видно по разрушениям в соседних зданиях. Внутри есть повреждения, которые сам зрительный зал, а дом культуры был одним из лучших. 250 посадочных мест. Сейчас, конечно, здание будет закрыто на ремонт. Это очевидно. Мы сейчас бросим все силы на то, чтобы заявка, которая раньше была Домом культуры подана на капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура», была рассмотрена как можно раньше, чтобы не в 2022 году, а сейчас в связи с ЧП. А накануне Рашид Темрезов совершил рабочую поездку в Карачаевск. Вместе с членами правительства, мэром Карачаевска Аликом Динаевым осмотрел стадион «Саулук». Глава принял решение начать ремонт стадиона силами республики, объединив возможности Минспорта и Минстроя региона. Работы начнутся уже на этой неделе, дал поручение Рашид Темрезов. Самый крупный объект, который сейчас строится в городе, это новое здание Карачаевской центральной поликлиники на 350 посещений в смену для жителей городского округа и Карачаевского района общей площадью 7 тысяч квадратных метров. С вводом в эксплуатацию нового здания будет решена еще одна острая проблема – инфекционное отделение Карачаевской центральной больницы, которая сейчас находится в неподобающем состоянии, будет переведено в один из высвобождающихся корпусов действующих больницы. Старое здание будет снесено, сказал глава региона. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4 423, из них 3 194 выздоровели. Госпитализировано 97 человек. 31 июля мусульмане отметят священный праздник Курбан-Пайрам. У многих верующих возникают вопросы, как будет проводиться праздничный намаз и можно ли раздавать мясо жертвенного животного в связи с тем, что еще сохраняется риск распространения коронавируса. В интервью Вестям на все эти вопросы ответил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Праздник Курбан-Пайрам является вторым по значимости священным днем для всех мусульман. В этом году верующие отметят его с соблюдением всех норм безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. В нашей беседе председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев отметил, что праздничный намаз будет совершен. Но тем не менее верующим необходимо быть осторожными, соблюдать социальную дистанцию и необходимые средства защиты. До сих пор остается очень много больных, зараженных. И поэтому ко всем просьба, чтобы были маски, чтобы были перчатки. И каждый человек принес свой коврик молитвенный, чтобы он постелил. Там есть ковры, но тем не менее на ковры постелил свой коврик. Отошли друг от друга. Не прижиматься друг к другу, не обниматься после намаза. Вот эти правила мы должны соблюдать. Также Исмаил Хаджибердиев отметил, что часто наблюдается такая тенденция, что перед праздником Курман-Пайрам цены на жертвенные животные искусственно завышают, что является недопустимым в исламе. В связи с тем, что праздник попадает на пятницу, то каждый верующий также должен прийти на пятничную молитву, подчеркнул Исмаил Хаджибердиев. Вот то, что Иблис тебе подсказывает, вот людям надо, они возьмут, поэтому поднимай цену. От этого вы богаче не станете. Поверьте, вот это вот лишнее, которое есть, это все и уйдет от вас, причем причиняя вам вред. Поверьте, это будет так. То, что барашки стоят, лишнюю цену поднимать не надо. Я вас прошу, от этого вы богаче не станете. Важно при раздаче мяса жертвенного животного в период пандемии стараться избегать рукопожатий. Мусульману, очень важно, соблюдая каноны своей религии, не вредит ни себе, ни другим, подытожил муфти республики Исмаил Хаджибердиев. Барашку, которую порежете, надо разделить на три части. Одну оставить себе, одну раздать, одну соседям отдать. Это надо сделать так. Ходить по всем соседям не надо. Самые ближние соседи, родственники, можно им передать без никаких обниманий, без никаких этих. Надо соблюдать все те условия, которые нам предписаны санитарно-эпидемиологическими службами. До сих пор еще вот этот вирус, он не ушел. 31 июля во всех мечетях в 8 часов утра все верующие мусульмане совершат праздничный намаз. А уже после каждый мусульман у себя дома совершит обряд жертвоприношения. Алихан Лепшоков, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность ночью местами кратковременной дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, днем 26-31. Ночью местами сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. В горах ночью 5-10, днем 17-22. В Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, днем 29-31 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Участились дорожно-транспортные происшествия с участием домашних животных на днях. Трагический случай произошел в Малокарачаевском районе. В темное время суток лошадь выбежала на дорогу. В результате столкновения житель села Красный Курган от полученных травм скончался на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД обращаются к жителям сельской местности, чтобы не оставляли животных без присмотра. В текущем году произошло 40 дорожно-транспортных происшествий с участием как крупного рогатого скота, так и лошадей и прочего домашнего животного. В 40 дорожно-транспортных происшествиях 5 человек получили ранения различной степени стяжности, 1 ребенок и 1 человек погиб. Это вчерашнее дорожно-транспортное происшествие. Если сравнивать по анализу прошлого года, то, конечно же, у нас в этом году спад. Но, однако, имеет место быть данное нарушение законодательства по перегону скота и выпасу скота без пастухов и владельцев животных. В связи с чем водители становятся, как водители, так и пассажиры, их не становятся жертвами подобных транспортных происшествий. Хотелось бы обратить внимание водителя на то, что необходимо соблюдать скоростной режим, меры предосторожности при передвижении в ночное время. 30 добрых дел – так называется всероссийская акция МЧС, посвященная 30-летию ведомства. Сегодня в Черкесске сотрудники МЧС сдали кровь от донорах чрезвычайного ведомства, расскажет Али Баташев. На инструктаже полковник Вадим Гордечук говорит о последовательности действий перед сдачей крови. Донорами были не все, но каждый понимает, почему это важно и необходимо. Важность в том, что наша кровь, может быть, когда-нибудь кому-нибудь спасет жизнь. Мы, как сотрудники чрезвычайного ведомства, прекрасно это понимаем и добровольно идем на этот шаг. Каждый день во все лечебные учреждения нашей республики для больных, которые поступили для оперативного или для экстренного медицинского лечения, требуется кровь. Именно жители нашей республики, наши доноры, которые сдают, спасают по несколько жизней в день. Поэтому сдача крови является очень важной и практически незаменимой задачей для многих лечебных учреждений. Чай, заполнение анкеты, предварительный осмотр у врача-трансфузиолога и сдача крови на анализ – необходимая процедура для каждого донора. Есть и другие требования. В частности, гражданину должно быть не менее 18 лет. И он должен быть здоров. То есть, если он даже болеет гриппом, мы его не принимаем. Должен весить больше 50 килограмм. Он не должен быть переносчиком инфекционных заболеваний. Ну, это такие основные критерии. Чтобы стать донором, надо с собой иметь паспорт и СНИЛС. Приходить натощак тоже не нужно. Можно позавтракать. Все, кроме жирного и молочного. В период пандемии количество доноров уменьшилось в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой. А донорская кровь нужна постоянно, говорят врачи. Сотрудник МЧС Расул Аркенов впервые пришел сдавать кровь на станцию переливания крови. Доброжелательный персонал, удобное донорское кресло, стерильные одноразовые инструменты – все это делает процедуру донации, быстрой и качественной. Отличное самочувствие, все нормально. Еще будете сдавать кровь? Обязательно в следующий раз, через два месяца. А вы сдавали раньше? Нет, вот первый раз. В этот день свою кровь на безвозмездной основе сдали 60 сотрудников МЧС Республики. Али Баташев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. После того, как Карачаева-Черкесия перешла к третьему этапу снятия ограничений, борцы спортивной школы Тиберды возобновили тренировки. Сначала занятия проводили на свежем воздухе, соблюдая дистанцию, а теперь и в спортивном зале. Из живописной Тиберды репортаж Аллы Динаевой. Спортивная школа вольной борьбы в Тиберде приходит в себя после пандемии и постепенно возвращается к обычному ритму жизни. В борцовском зале собираются ребята, возобновились тренировки и теперь весь день спортсменов расписан по минутам. Делаем дыхательную гимнастику после тренировки, потом делаем окунание в воду, которая не в саму речку, а рядышком. Но тоже вода прохладная, максимум градусов, наверное, плюс 7. И как бы этот тонус поднимает, иммунитет поднимает. Это такой метод знаменитого Вима Хоффа, ледяного человека. Ну мы так, без фанатизма. Как давно практикуете? Я сам давно практикую это, а детям начал навязывать, вот как потеплело летом. Надеюсь, что переведем это и на осень, и потом и на зиму. Летние каникулы школьников, профессионально занимающихся вольной борьбой, длятся всего один месяц. Потому что тренер повышает нагрузки, и в среднем ежедневно вольники проводят 3-4 часа в спортзале. На сегодняшний день 80 мальчишек Тиберды посещают борцовский зал, и каждое наставление тренера для них ключ к успеху. Сказали правую ножку, зашли влевую, встали с ногой. Еще раз. Хотя спортшкола борьбы в Тиберде еще молодая. Некоторые спортсмены уже заработали звание кандидатов в мастера спорта. Но это не предел мечтаний, и надо двигаться дальше к чемпионатам Европы, мира и самое главное к Олимпиаде, говорит тренер Шамиль Акаев. В первый раз меня привел на борьбу отец. Это было лет 5-6 назад, наверное. И тогда у меня такого большого желания не было заниматься борьбой. Но потом по чуть-чуть вот так вот втянулся, и сейчас очень люблю тренироваться. Когда дети серьезно увлекаются спортом, родители могут быть спокойны, что улица их не заберет, ведь у этих молодых людей уже есть определенная мечта стать чемпионом, и они упорно идут к своей цели. А на вопрос, что нужно, чтобы стать успешным спортсменом, у них у каждого свой ответ. Желание. Хорошо тренироваться. Цель и тренировки. Дисциплина. Усильствие и желание. Дух. В Тиберде секция вольной борьбы появилась здесь 12 лет назад. И не было даже борцовского зала. И спортсмены скитались и тренировались в помещениях без условий. Но несколько лет назад все изменилось. Родитель, кстати, его сын был членом сборной команды России не один год. Бородина Базалиев. И вот он построил вот такую замечательную базу. Огромный зал спортивный на два ковра. Тренажерный зал здесь есть. База принимает спортсменов разного уровня. И мы тоже подключаемся к сборам. Это тоже как бы способствует росту нашему... Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия, Циберда. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Ласточка». Редактор субтитров А.Семкин